Веселый день рождения Катарины Пришло время рассказать еще одну историю о девочке по имени Катарина. Она была своеобразной девочкой, которая безумно любила сладкое. Но она была умна и мила. А еще... А еще я не только люблю сладкое, я еще люблю своего братика Кита. Кит, ты где? А? Ой. Вот ты где. Чего ты? Не бойся. Иди сюда. Я не кусаюсь. Иду, сестренка. Это мой братик Кит. Братик, уважаю я тебя. Сестренка, я тоже тебя люблю. Ох, спасибо. А ты знаешь, какой сегодня день? День? Хм... Сегодня какой-то праздник? Да, праздник. А какой праздник сегодня? Ты не догадываешься, а? Ну, может, день рождения? Угадал. Сегодня у меня день рождения. Да. Хе-хе-хе. Я стала на год старше. И теперь мне целых девять лет. Ого. Сестренка, я тебя поздравляю с днем рождения. Я желаю тебе много радости, счастья, много конфет и исполнения всех желаний. Ммм, конфет! Да, спасибо! Спасибо, братик! Не за что. Я обожаю дни рождения. На них всегда много сладостей. Я не могу удержаться. А еще безумно люблю тортики. Мне уже не терпится его отведать. Интересно, какой сегодня будет торт? Братик, может, сходишь и спросишь у служанок, что за торт сегодня будет? Да. Хорошо, сестренка. Я сейчас. Кит пошел к служанкам, чтобы узнать, что за торт будет сделан для Катарины. Вскоре мальчик вернулся и обо всем рассказал. Сестренка, мне сказали, что сегодня будет торт с белым шоколадом и малиной. Ого! Это что-то новенькое! Только мне сказали, что малина закончилась. Не хватило ягод для украшения. Ну вот. А я уже обрадовалась. Но ничего. У меня есть идея. Мы отправимся за малиной. Найдем ее, и торт будет готов. Да? А куда мы пойдем? В лес. Там растет малина. Пойдешь со мной? Ну, да. Пойду. Отлично! Идем, братик! Бери корзину, устроим праздничный поход! Катарина и Кит вышли из замка и отправились в лес. Погода была солнечной. Настроение у девочки было праздничным. Да и у Кита тоже. Ах! Отличная погода! Праздничная! Замечательно! Сейчас соберем малину и будем праздновать! А ты знаешь, куда идти за малиной? Конечно, знаю! Не бойся! Катарина знает все! Удивительно! Ты такая умная! Ага! Да! Конечно, тортик это хорошо. Но соберемся только мы вдвоем. И все. Хотелось бы кого-нибудь пригласить. А кого? Девочек, например. Можно встретить кого-то по дороге и пригласить. Пригласим девочек и будет девчачий день рождения! А я? Я же мальчик! Ты не чужой, поэтому будешь с нами праздновать, мой братик! В лесу, куда отправились Катарина и Кит, играли Сомали и Латина. Если вы помните, девочки однажды случайно встретились и стали искать своих пап. С тех пор Сомали и Латина подружились. Догоняй меня, Сомали! Я тебя догоню! Иди сюда! Не поймаешь? Я быстрее! Оп! А вот и нет! Я солила тебя! А я и не заметила! С тобой весело играть! Мне тоже с тобой весело играть, Латина! Я вот со зверюшками играла, но они постоянно от меня убегают. Особенно кролики. Да. А помнишь, мы искали наших пап? Ага, помню. Мы случайно столкнулись, а потом оказалось, что и ты, и я искали пап. И мы стали вместе их искать. Точно. Вот это волшебный лес! Интересно, а кто-то еще из людей здесь есть? Не знаю. Я вот не видела. А ты? И я не видела. Ой, Сомали, я кого-то слышу. И я слышу. Давай лучше спрячемся. Давай. Девочки спрятались в кустах и стали наблюдать. Оказалось, сюда пришли Катарина и Кит. Вот мы и на месте, братик. О, смотри-ка. Сколько тут малины. Ее точно хватит на торт. Не только на украшения, но и на начинку. Давай собирать малину. Давай. Смотри, Катарина. Смотри, Катарина. Кажется, это дети. Дети? О, да. Ты права. Это дети. Вот это да! Значит, здесь есть люди. А они из твоей деревни? О, может быть, но я не знаю. Я вижу девочку и... Вроде еще одну девочку. Давай с ними познакомимся. Ну, не бойся. Это же дети. Дети никого не обидят. Ладно. Давай познакомимся с ними. Сомали и Латина стали выходить из кустов. Кит услышал шорох и спрятался за спиной у Катарины. Ой. Ты чего, братик? Там кто-то есть. Кто? О, это же девочки. Девочки? Да, иди сюда, не прячься. Привет. Приветик. Привет. Кто вы? Что вы здесь делаете? Меня зовут Латина. А это Сомали. Моя подруга. Мы здесь играли. Потом мы увидели, что кто-то сюда идет, а это оказались вы. А вас как зовут, девочки? Я Катарина, а это Кит. Он не девочка, а мальчик. Просто у него длинные волосы и мягкий характер. Ой, прости. Я не знала. Ребята, а давайте дружить. Дружить? Да. Если вы не против. Да, мы хотим дружить с вами. Ура. Ура. Ребята, а что вы тут делаете? Мы решили малину собрать. О. У меня сегодня день рождения. Мы с Китом решили пойти в лес. Для тортика не хватает малины, поэтому мы решили ее собрать. Ого, день рождения, тортик. Как здорово. Да, это замечательно. Хотите, мы вас пригласим на чайпитие? А, правда? Да, хотим. Да. Тогда давайте вместе соберем малину, а потом мы отправимся на чайпитие. Поможете нам? Конечно. Катарина, Кит, а откуда вы? Вы из деревни? Нет, мы из города. Мы живем в замке. Да, и у нас есть свой садик. Правда, там растут цветы, а не ягоды. Но там очень красиво. О, а я из деревни. Я живу с папой в танцующем оцеллете. Так трактир называется. А мы с папой живем здесь, в лесу. Здорово. Папа с нами тоже живет. Он меня сильно любит. И братик моего тоже любит. Да. Замок у нас большой. Я вам обязательно его покажу, как только мы соберем малину. Здесь, кстати, очень вкусная малина. Мы с папой иногда сюда ходим. Тут она сладкая-сладкая. Интересно. А, торзинка практически полная. Пожалуй, хватит. Спасибо вам большое, девчонки. Ну что, пойдемте в замок. Устроим чайпитие. Да. Спустя некоторое время, Катарина, Кит и их новые друзья дошли до замка. Наша главная героиня стала показывать латинии Сомали замок. Вот наш замок. Мы дошли. Ого. О, здесь есть красивый садик. Мне нравится. Да, тут можно гулять. Я тут часто гуляю, и не одна. Только нужно смотреть под ноги. А то я однажды оступилась и упала. На голове шрам остался. Но ничего, пройдет. Папа сказал, что тут уже поправили плитку. И теперь упасть здесь невозможно. Наш папа заботливый. Как приятно пахнут цветочки. Здорово. Да, цветы прекрасны. Ну что, пойдемте в замок. Катарина стала показывать девочкам, что находится внутри замка. Она показала, если не все комнаты, то большинство комнат и залов, которые были в этом замке. Сомали и Латина были впечатлены. Ого. Ух ты. А вот здесь у нас находится комната для чайпития. Мы сюда скоро пойдем. А пока я вас отведу в свою спальню. Нам сюда, девочки. Так, а вот моя спальня. Заходите. Как интересно. Наверное, здесь хорошо лежать. Мягко. Да, наверняка. У нас кроватка будет поменьше, но она тоже мягкая. Мне почему-то захотелось устроить вечеринку с подушками. Давайте устроим подушечные бои. Да. Начнем бой на подушках. На, на. Получай. На. На. Получай. Убой. Вот тебе. Дети устроили бой на подушках. Всем было весело. Не хватало разве что летящего из подушек пуха. Но подушки были крепкие, хоть и мягкие. Дети веселились. А вскоре Катарина решила проверить, готов ли торт и принесли ли его в комнату для чаепития. Девочки и братик, я хочу посмотреть, готов ли торт. Если он готов, я вас позову, и мы будем пить чай. Хорошо, Катарина. Катарина пошла в комнату для чаепития. Девочка увидела на столе красивый торт из белого шоколада, украшенный ягодами малины, а также девятью свечками. Девочка сняла свечи и решила съесть один кусочек тортика. Какой же он вкусный, дает во рту, нежный. Ох, мне еще хочется. Обожаю. Не могу удержаться. Я, я, я съем все. Удачно. Белый шоколад, малина, это что-то. В итоге Катарина съела весь торт. Девочка села в кресло и взялась за живот. Ох, я весь торт съела. Как же мне хотелось его съесть. Все-таки у меня день рождения. Могу позволить. Ох, я же ничего никому не оставила. Что же мне делать? Тем временем в спальне дети перестали играть с подушками и заметили, что Катарина еще не пришла. Ой, а где Катарина? Почему ее нет? Я не знаю. Может что-то случилось? Хм, я сейчас проверю. Подождите меня. Кит решил проверить, где Катарина. Когда он зашел в комнату для чаепития, то увидел, что Катарина съела целый торт. Ох, сестренка. Ой, братик. Ох, я съела целый торт. Прости меня. Я не удержалась. Я не хотела. Но я сильно люблю сладкое. Я ничего не могу с собой поделать. Что мы теперь будем делать? Ой, я даже и не знаю, что и делать. Хотя, постой. Мне служанка сказала, что будут сделаны два тортика. И оба одинаковые. Да? Значит, ты вместе с девочками сможете поесть тортик? Ура! Ой, мне стыдно, что я все сама съела. Теперь и животику не очень хорошо. Прости меня, братик. Эх ты, сестренка. Ладно, хорошо хоть запасной торт есть. А может быть, специально сделали два тортика? Один для тебя, а другой для всех. Возможно. Я пойду позову девочек, а ты принеси тортик. Ладно. Катарина позвала девочек на чаепитие. Кит принес точно такой же тортик, который до этого съела Катарина. Только теперь на нем горели свечи. Девочки, торт ждет! О, мы идем! Сестренка, Сомали, Латина, идите сюда. А-а-а! Ух ты! Какой красивый тортик! И на нем свечки! Вот это да! Я давно не видела настоящего тортика! Он волшебный! Да, вы правы. Эм, я хотела бы перед вами извиниться. За что? Просто до этого я съела торт сама. Я сильно люблю сладкое и не могу удержаться. Простите меня. Ничего. Все в порядке, Катарина. Да, не переживай. Ох, как свечки горят. Завораживает. Сестренка, загадывай желание. А, да, точно! Ура! С днем рождения, сестренка! С днем рождения! С днем рождения! Угощайтесь, ребята! Вот тебе кусочек, братик! Спасибо, сестренка! Вот вам по кусочку. Спасибо! Спасибо! Ммм, вкусный тортик! Какой он вкусный! С малиной! Ммм, вкуснятина! Такого десерта я еще не пробовала! Вкусно! Я рада, что всем нравится! Это замечательно! Надо будет папе сказать, чтобы в трактире такой же тортик приготовили. Очень вкусно! Спасибо, Катарина! Спасибо! Спасибо! Не за что! Я так рада, что мы все здесь собрались! Сестренка, я хотел бы тебе подарить открытку. Открытку? О, спасибо! Ну-ка! Ух ты! Видит цветочка! О, тут что-то написано! Сестренка, я поздравляю тебя с днем рождения! Пусть твои мечты сбудутся! Я тебя люблю! Твой братик! Братик, спасибо тебе большое! Пожалуйста! Еще какое-то время дети посидели, попили чай, потанцевали, а затем Сомали и Латино стали собираться домой! Спасибо, что пригласила нас на чаепитие, Катарина! Мне она понравилась! Мне тоже! Спасибо, Катарина! Не за что! А если ты захочешь встретиться, приходи в трактир Танцующий Ацелад! Я всегда там, но иногда бываю в лесу и играю с Сомали, но все же! А если со мной хочешь встретиться, приходи в лес, где ты сегодня была! Если увидишь моего папу, он голем, точно не ошибешься! Значит, я где-то рядом! Хорошо! Приходи с братиком! Братик у тебя хороший! С ним весело играть! Спасибо, Латино! Нам пора! Пока, Катарина! Пока, Кит! Пока, Катарина! Пока, Кит! Еще раз с днем рождения тебя, Катарина! Спасибо! Пока, девочки! Пока!